В этом видео разговор пойдет о советском истребителе И-16 и британском истребителе Харри Кейн. Вы, конечно, можете спросить, почему взяты именно эти две машины? Других не было? Да были, были. Но дело в том, что обе эти машины в одно и то же время были основными самолетами-истребителями. Только один в СССР, а второй в Британии. Но и это, на первый взгляд, тоже слабое основание для их сравнения. Правильно? Может быть. Не знаю. Но вот деталь. В конце лета 1941 года к нам, в район Мурманска, прилетели англичане на своих Харри Кейнах с целью, вы не поверите, первое, помочь нам в защите нашего неба-остребятников Люфтваффе, и второе, переучить в кратчайшие сроки пилотов советских истребителей И-16, которые уже не могли на равных воевать с немецкими истребителями, на их родные британские Харри Кейны. Немножко истории. 30 августа 1941 года Уинстон Черчилль предложил Сталину 200 истребителей Харри Кейн в рамках Ленд-Лиза, в дополнение к уже отправленным в СССР двум сам истребителям П-40 «Тамагавк». Недожиром нам тогда было, и мы были рады любой помощи союзников. Все Харри Кейны хотели доставить морем, но первые из них прибыли по воздуху. Так, 28 августа 1941 года на аэродроме Ваенга под Мурманском приземлились 24 Харри Кейна МК-2Б и 151-го крыла, и затем еще 15 истребителей прибыли морем. Командовал всем этим Генри Навил Гиннесс Рэмсботт Ишервуд, кстати, один из четырех летчиков, награжденный орденом Ленина. Кто не знает, английские истребители прикрывали союзные конвои на подходе к Мурманску, а также сам Мурманский порт, а также советскую бомбардировочную авиацию, сопровождая ее на задание. Потом англичане вернулись домой, а 37 Харри Кейнов остались. Из них сформировали 78-й истребительный авиаполк, которым и командовал дважды Герой Советского Союза Борис Феотисович Сафонов. Впоследствии наши пилоты воевали на Харри Кейнах практически по всему фронту, а всего по ленд-лизу мы получили около трех тысяч машин. Отдельно для патриотов. Это 80 полков истребительной авиации, или же 25 авиационных дивизий, или же 8 воздушных армий. Вот как-то так. Следует отметить, что зимой 1941-1942 года, когда у ВВС РКК был огромный дефицит современных самолетов, «Харри Кейн» в сравнении с И-16 и другими советскими машинами был космическим кораблем пришельцев. На тот момент это было, конечно, чудо современной авиации. Однако уже в 1942 году «Харри Кейн» начал уступать немецким истребителям. Естественно, наши спецы улучшали его как могли. Так, например, на «Харри Кейн» ставили бронеспинку от ЛАГ-3 или от И-16. Пулеметы Браунинга калибром 7,7 меняли на пулеметы УБК калибром 12,7, либо на одну пушку «Швак» с двумя такими же пулеметами. К середине лета 1942 года «Харитоны», как их ласково называли советские летчики, внимание, составляли основу истребительной авиации Балтийского и Северного флота, а также в полках ВВС на Карельском, Калининском, Северо-Западном и Воронежских фронтах. Но в основном, конечно, «Харри Кейны» были у нас в полках ПВО по всей стране. Почему в СССР «Харри Кейна» во второй половине войны применяли в основном ПВО? Дело в их технических характеристиках. С конца 1942 года к нам стали поступать самолеты модификации 2С с четырьмя пушками и спадность «Виза» калибром 20 мм. Тогда ни один советский истребитель не имел такого мощного вооружения. Секундный залп этого «Харри Кейна» составлял 5,6 кг. Но не всё так просто, друзья. Войсковые испытания показали, что «Харри Кейн-2С» стал ещё тихоохотнее, чем даже модификация 2Б. Короче, против немецких истребителей он не годился. А вот против немецких бомбардировщиков из Люфтваффе был самый то, понимаете? По результатам войсковых испытаний после залпа из всех пушек немецкие бомбардировщики просто разваливались в воздухе. Неудивительно, что большинство «Харри Кейнов» этого типа попадало именно в полки ПВО. На них, к примеру, внимание, летал 964-й истребительный авиапог, прикрывавший Ладожскую дорогу жизни, если кто забыл. «Харри Кейны» прослужили там всю войну. И несмотря на поздние обвинения советских авиационных историков, наши пилоты отзывались о «Харри Кейнах» с очень большой теплотой. А теперь сравним «Харри Кейны» и наши 16-е. Вот сейчас начнется, типа, «Ты, дядя, нашел с чем сравнивать? Пусть и 16-й был слабее Мессера, но и твой Харри Кейн Мессершмитту под Мекке не годился». А наиболее продвинутые эксперты так и вообще скажут, что Харри Кейн настолько устарел к началу войны, что сами англичане не знали, как от него избавиться и впендюривали его направо и налево всем подряд, в том числе и нам. А теперь немножко истории из географии. Ну, то есть, откуда уши растут. Начнем, пожалуй, с И-16. Итак, И-16 – советский одноместный истребитель Поликарпова. Кстати, внимание, первый в мире поточно производимый истребитель «Моноплан» с убирающимся шасси. Первый. Перед войной это был самый тиражируемый истребитель мира. А к ее началу было выпущено более 6 тысяч И-16. Всего же 10 тысяч 300 штук. Первый полет И-16 совершил 30 декабря 1933 года. А выпускали его в период с 1934 и по 1942 год. В эксплуатации он был с 1934 по 1944 год включительно. И-16 подчеркнул самый массовый довоенный советский самолет истребитель, строившийся и в ходе войны. Он по праву был основным истребителем ВВС РКК, причем до самого 1942 года. Примечательно, что он имел деревянную конструкцию и к тому же фанерную и полотняную обшивку. И никого это тогда не смущало. Истребитель-то был реально хорош. А сейчас, пока у вас в памяти еще держится информация об И-16, пусть и не очень детально, рассмотрим Харикейн. Итак, Хоукер-Харикейн – британский одноместный истребитель времен Второй мировой войны, разработанный фирмой Хоукер-Аиркрафт-ЛТД в 1934 году. Использовался англичанами как дневной и ночной перехватчик, истребитель-бомбардировщик, разведчик и штурмовик. Кроме этого, для авианосца существовала модификация «Си-Харикейн». Всего же было построено в период с 1936 по 1944 год 14583 штуки. Проще говоря. Вот обе эти машины, и Харикейн, и наш Ишачок были современниками. Обе машины в свое время составляли основу своей истребительной авиации. Однако, к величайшему сожалению, к началу войны они оба устарели. Тем более на фоне такого великолепного истребителя, как мистер Шмидт. То есть, первый посыл вполне справедлив, правильно? Дескать, англичане поставляли нам старую технику, и мы, находясь в безвыкодном положении, брали ее у проклятых капиталистов. Вы скажете, ну, вот, молодец, все правильно сказал. Но не все так просто. Кто не знает, первые Харикейны вполне достойно противостояли мистер Шмидтам, и только позже начали от них отставать. Такая же ситуация была и с нашим И-16, которые в Испании за счет высокой маневренности, и особенно маневренности на горизонталях, могли противостоять первым мистер Шмидтам. Но в 1941 году это было сделать уже очень и очень трудно. Да и то, если за штурвалом Ишачка сидел не юноша бледный с озором горящий, а опытный летчик, настоящий советский ас. Впрочем, дальше. Харикейн появился на свет божий благодаря заказу Министерства авиации Британии. Оно потребовало истребитель ни много ни мало с восемью пулеметами и двигателем Rolls-Royce PY-12, позже известной как Merlin. Тогда истребительная команда Некоролевских ВВС имела аж 13 эскадрильей, вооруженных бипланами Хоукер-Фьюри, Хоукер-Харт и Бристоль-Бульдог. Вот и вся их мощь. А точнее немощь. Разработку истребителя в 1934 году возглавил Сидни Кэм. Это главный конструктор компании Хоукер. Но по какой-то причине Министерство авиации Британии этот заказ отменяет. И тогда Кэм предложил своему руководству построить самолет, внимание, частным порядком, то есть на свой страх и риск. Здесь есть один нюанс. Для экономии англичане за основу взяли истребитель Хоукер-Фьюри, но сделали его монопланом. Вот эта деталь, как выяснилось позже, и стала главной причиной успеха Харрикейна. На первом, так называемом моноплане Фьюри, стоял двигатель Rolls-Royce Ghost Hawk и неубирающиеся шасси. Однако позже двигатель заменили на Merlin, а шасси сделали убирающимся. Уже к маю 1934 года все было готово для испытаний. Результаты продувки модели будущего Харрикейна в аэргономической трубе показали прекрасные аэргономические качества. И в декабре 1934 года фирма сделала полноразмерную модель будущего Харрикейна с двигателем, естественно, Merlin. А уже 23 октября 1935 года в Бруклинде из законченных запасных частей собрали и сам прототип. Наземные испытания заняли внимание всего две недели. И уже с 6 ноября 1935 года шеф-пилот фирмы Хоукер Джордж Булман впервые поднял прототип в воздух. Новая машина имела несравнимо большую скорость, чем устаревшие бипланы. Однако силовой каркас англичане сделали, как и каркас биплану. Более того, передовой сварке предпочли старые добрые и надежные заклепки. Фюзеляж у Харрикейна имел каркас из прочных стальных труб. А к нему крепились лонжероны крыла, обтянутые тканью. Интересно вот что. Такая конструкция, как это ни странно, имела высокую надежность и гораздо большую сопротивляемость разрывам снарядов, чем у Спитфайра, который весь был цельнометаллическим. А вот цельнометаллические крылья из дюраля для Харрикейна сделали только в апреле 1939 года. И ставили его на все последующие модификации. Самолет был исключительно технологичен и прост в обслуживании, в отличие от И-16. Широкая колея шасси обеспечила отличную устойчивость машину на взлете и посадке. А прекрасные для своего времени летные характеристики, внимание, позволяли широко использовать Харрикейны практически на всех театрах военных действий. Далее. Обвинение советских исследователей в адрес Харрикейна в том, что он устарел к началу войны и не нужен был в первую очередь самим англичанам, не выдерживает никакой критики. На 1 сентября 1939 года на вооружении Королевских ВВС стояло около 500 Харрикейнов в составе 18 эскадрильи. А вот истребителей Спитфайр было всего 178 штук в 10 эскадрильи. Харрикейна начали эксплуатировать с 25 декабря 1937 года, а Спитфайры с апреля 1938 года. Практически оба истребителя современники и прошли всю войну бок о бок. Далее. Кто не знает. Битва за Британию показала, что Спитфайры и Харрикейны воевали на равных, прекрасно дополняют друг друга. Спитфайры сбивали немецкие истребители, а Харрикейны сбивали бомбардировщики Люфтваффе. Самое смешное здесь то, что несмотря на превосходство Спитфайра над Харрикейном, именно на долю Харрикейнов, вот сейчас говорю медленно, пришлось большее количество воздушных побед в битве за Британию. Да. И в британской авиации ПВО всю войну стояли на вооружении истребителей Харрикейн, всю войну. Ну, а все остальное, друзья, вы услышите в выводах. Теперь не торопясь про И-16. Легендарный Ишачок родился в тюрьме, а точнее в ЦКБ-39 ОГПУ имени Минжинского. Это первое опытно-конструкторское бюро, где работали заключенные инженеры и конструкторы. Для непонятливых это было специальное структурное подразделение ОГПУ. Смотрите на экран. Дело в том, что Поликарпова в октябре 1929 года арестовали с обвинением, цитирую, «Участие в контрреволюционной вредительской организации, саботаже и срыве опытных работ». Конец цитаты. Виновным он себя не признал, однако, как социально чуждый элемент, без суда был приговорен к смертной казни. Но не все так просто. 30 ноября 1929 года с ним и другими такими же заключенными встретился аж сам замначальника управления ВВС РКК Алкснис. Сделав упор на сложность международной обстановки, он призвал их всех, цитирую, «отдать разум и силы на создание в кратчайший срок истребителя, который превосходил бы машины вероятных врагов». Конец цитаты. А дальше в Бутырской тюрьме создали особое конструкторское бюро под руководством Григоровича, где Поликарпов был его заместителем и одновременно начальником группы. Затем в январе 1930 года ОКБ перевели на территорию московского авиазавода номер 39 имени Минжинского, где заключенные жили в специально отведенном для них ангаре, позже получившем название «внутренняя тюрьма». А ОКБ переименовали в Центральное конструкторское бюро, то есть ЦКБ-39. С этого все и началось. Разработка из 16-го велась в инициативном порядке в бригаде номер 2 Поликарпова. Первые наработки были уже в 1932 году, а в середине 1933 года в связи с трудностями доводки его прямого конкурента, истребителя И-14, а это цельнометаллический истребитель Павла Сухова, руководство ВВС страны быстро переобулось в воздухе и переключилось на проект Поликарпова, которому тогда дали название ЦКБ-12, впоследствии И-16. Вот на этом-то прототипе и сделал первый полет 30 декабря 1933 года летчик-испытатель Валерий Чкалов. И руководство ВВС отдало предпочтение истребителю Поликарпова, потому что он был несравненно дешевле машину Сухова, технологичнее и имел смешанную, как тогда говорили, деревянно-металлическую конструкцию, в отличие от истребителя Павла Сухова. Ну а недостатками, которых у И-16 была целая прорва, просто решили пренебречь с расчетом на русское авось, то есть на последующие технологические доработки, а зря. Впрочем, обо всем и по порядку. На госиспытаниях в феврале 1934 года два прототипа пилотировали Владимир Кокенаки и Василий Степанченок. Они дали, мягко скажем, нелестные отзывы о самолете. Настолько нелестные, что после ознакомления с докладом других пилотов-испытателей, Юмашева и Чернавского, также принимавших участие в испытаниях, Алксницк, к тому времени уже главком ВВС РКК, внимание, специальным приказом категорически запретил молодым летчикам летать на И-16 и допускать к нему только опытных пилотов. Но процесс уже был запущен, и его было не остановить. Истребитель был нужен до зарезу, и вот, после завершения испытаний в Крыму, И-16 пролетел на Первомайском параде над Красной площадью. А уже в конце 1936 года его начали гнать потоком в Испанию, где уже полным ходом шла гражданская война. Ну, а теперь, как говорится, выводы. У Харрикейна и И-16 схожая судьба, и тот, и другой создавались в инициативном порядке. И поначалу не очень-то были и нужны, но обстоятельства были на их стороне. Обе машины для своего времени были передовыми и отличались новаторскими решениями, такими, например, как моноплановая схема, убирающиеся шасси, радиостанции, мощные на тот момент моторы, и скорость, разумеется, больше, чем у их современников. Но время, друзья, для них было неумолимо. Далее. Однако Харрикейны, полученные нами по Ленд-Лизу, были шагом вперед в сравнении с нашими пещерными анахронизмами, такими, как И-16, И-15 и не только. Несколько примеров. Исключительная новация И-16, убираемое шасси, убиралось вручную. Надо было сделать 44 оборота рукояткой тросовой лебедки, внимание, стоявшей на правом борту. То есть, для уборки шасси, пилот на взлете должен был либо бросить управление совсем, либо зажать ручку ногами, либо, бросив сектор газа, взять ручку в левую руку, а правой убирать шасси. Выпуск шасси был еще смешнее. Шасси выпускалось под действием собственного веста, просто вываливаясь из ниши. Однако летчик все равно должен был крутить лебедку уже в обратную сторону, чтобы удерживать стойку шасси от свободного падения. Это сколько надо было сил и внимания пилота на это? А если он был ранен? На Харрикене шасси убиралось с помощью гидравлики, переключил рычажок и все. Гидравлика также обеспечила отклонение ильронов и закрылков, и работала от помпы, которая стояла на двигателе. А пневматическая система Харрикена обеспечила торможение колес, перезарядку и спуск пулеметов, и, естественно, фотокинопулеметов. Вот как-то так, друзья. Впрочем, далее. Кабина на И-16 была открытой с козырьком впереди, а с боков кабины для посадки были два одинаковых откидных бортика. И если не откинуть один из них, то сесть в самолет было очень и очень проблематично. А в полете, внимание, еще проблематичнее выпрыгнуть с самолета с парашютом. Добавьте к этому тормоза колодочного типа с тросами от педали ножного тормоза, и вам все станет ясно. Вот он на фото, смотрите. А на Харрикене, между прочим, кабина была закрытой. Совершенное кислородное оборудование позволяло вести бой в большом диапазоне высот. Антиобледнительная система лобового стекла фонаря. Бортовая электросистема освещала кабину, обеспечивала работу приборов, навигационных и сигнальных огней, посадочных фар, а также, друзья, внимание, вот это вообще капец, электрообогрев обуви и рукавиц летчика в полете, а еще великолепная радиосвязь. К слову сказать, наши пилоты особо отмечали прекрасную радиосвязь на всех без исключения самолетах, поставленных нам союзниками по Ленд-Лизу. А наши самолеты начали оборудование радиостанциями только с 43-го года и с нашей непередаваемой спецификой. Приемы передающие рации вплоть до 45-го года стояли только на командирских машинах, а у остальных были только приемники. И последнее. Я умышленно не говорю здесь о вооружении того и другого, потому что, на мой взгляд, отношение к человеку главное в этой жизни, а оно на Харрикейнах демонстрировалось абсолютно всем, начиная от автоматической уборки шасси и заканчивая закрытой и теплой кабиной для летчика. Вот так. Так что, друзья, Харрикейн не был от стоем. Сами англичане летали на нем всю войну, модернизируя и улучшая по мере возможности. Вот один вопрос. Стали бы прагматичные британцы выпускать откровенно слабый, окончательно устаревший самолет, внимание, до 1944 года включительно? Более того, его в разное время закупали Португалия и Канада, Бельгия и Румыния, Австралия и Турция, а всего вместе с СССР он поставлялся в 16 стран. Он воевал в Норвегии и Северной Африке, над Британией и в Индокитае, защищал Мальту и наше небо, небо СССР, причем всю войну. И последнее. В отличие от И-16, который ошибок пилота не прощал, и всю свою службу отличался высочайшей аварийностью, Харрикейн, по единогласному мнению советских летчиков, был очень простым и послушным в управлении. А по отзывам наших пилотов-испытателей, Харрикейн был доступен к пилотированию любому летчику с квалификацией ниже среднего, а это, согласитесь, будет чрезвычайно важно в условиях военного времени. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok